МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В государственной экзаменационной комиссии Нинецкого округа утверждены результаты экзаменов по обществознанию, химии, литературе и информатике, которые выпускники сдавали 26 мая. В экзамене по обществознанию приняли участие 251 человек. На «Отлично» его написали 9 выпускников, отметку «Хорошо» получили 87, удовлетворительно – 132. Не справились с работой 23 учащихся. Лучший результат показала выпускница школы номер 4 Валерия Соболева. Химию сдавали 45 человек, из них оценки 5 и 4 получили по 16 выпускников. В тройке заработали 11 человек, неудовлетворительную оценку получили двое. Высокий результат показала Полина Лобода из первой городской школы, которая набрала 34 балла из 34 возможных. Экзамен по литературе сдавали 6 человек, все из них преодолели необходимый минимальный рубеж. Единственную пятерку получила ученица 4-й школы Юлия Сметанина. В экзамене по информатике сдавали 43 человека, двое не справились с работой. Наивысший возможный результат – 22 балла – показали 4 ученика. Результаты, которые получили ребята за экзамены по выбору, не влияют на получение аттестата. Главное, чтобы по русскому языку и математике у них была оценка не ниже тройки. Комфортные условия проживания и возможности для учебы. Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Неницкого округа Галина Медведева этим утром посетила Неницкую среднюю школу-интернат имени Антона Пырерки. Там разместились дети из населенных пунктов региона, которые прилетели в Наринмар для сдачи единых госэкзаменов. Выпускников разместили в общежитии интерната в полностью благоустроенных комнатах. В комфортности условий убедилась и наша съемочная группа. Наталья Бобрикова прилетела в Наринмар из НИСИ. Выпускница 11-го класса уже сдала два основных экзамена – русский и математику. Осталось только дождаться результатов и поступить в Наринмарский педколледж на финансиста. Мы устроились хорошо, комфортно жить. Есть такой дискомфорт, просто то, что мы в другой школе сдаем, как-то мне это немножко напрягает. То есть обстановка лучше родная, да? Ну да. Стены родных школ у ребятам из населённых пунктов на время сдачи ЕГЭ заменили первая и пятая городские школы. Так диктуют новые правила процедуры. Они обязывают регионы оснащать объекты онлайн-видеонаблюдением. По расчётам специалистов, стоимость соответствующего оборудования для сельских образовательных учреждений в четыре раза превышала стоимость доставки детей из населённых пунктов Наринмар. Поэтому в целях оптимизации было решено организовать приезд экзаменуемых в столицу региона. Такие перемены никак не смущают уроженца Шойны Дениса Ларченко. Без разницы будет. Что так, что так. Если в школе учился, то сдашь. А если нет, то не сдашь. А куда ты дальше планируешь поступать? В Наринмар, может? Да, в Наринмар. В Ненецкий агроэкономический техникум. Кем хочешь стать? Ну, профессия защиты в чрезвычайных ситуациях. Уже буду экзамены скоро сдавать там. В Наринмар ребята прилетели в конце мая. Времени даром не теряют. Паузы между сдачей ЕГЭ используют во благо. Сейчас готовятся к дополнительным экзаменам по выбору. Те, кто готовится поступать в медицинский, повторяют химию и биологию. Гуманитарии подтягивают знания по истории и обществознанию. Мария Бобрикова, выпускница Омской школы, уже сделала выбор будущей профессии. Она продолжит обучение в университете имени Герсона в Петербурге. Планирует стать учителем родного языка. На этапе подготовки к ЕГЭ ребятам помогают учителя Неницкой школы-интерната. Проводят с ребятами необходимые консультации. Людмила Яковлева – педагог с огромным стажем. Знает, как ребята волнуются и понимает, как важно повторение пройденного материала. Всего в Наринмар прилетели 49 детей из семи населенных пунктов региона. По словам директора образовательного учреждения Людмилы Пашкиной, никаких проблем у них не возникает ни по вопросам быта, ни по поведению ребят. Для них организованы все условия. Питание в школе организовано пятиразовое. Ребята завтракают, обедают, ужинают, еще получают вечернюю и дневную раздачу. С ними приехали сопровождающие. Из каждого населенного пункта есть по одному сопровождающему, которые закреплены за своим коллективом. Они организуют для них консультации, они организуют их отдых, они отпускают их в город. Учеба учебой, но и отдыхать тоже нужно, считают педагоги. Поэтому ребятам предлагают оторваться ненадолго от учебников и передохнуть. Например, сегодня они отправились на каток в Ледовый дворец. В целом же, по словам Галины Медведевой, опыт удался. Дети чувствуют себя комфортно, все условия для этого есть. Все консультации, которые мы даем для детей, выпускников городских школ, выходя, все эти консультации для них. То есть дети должны чувствовать, что они в такой же позиции, они точно такие же выпускники, как городских школ. У них абсолютно все преференции, у них абсолютно все есть, так сказать, возможности, которые есть у детей в городских школах. Я надеюсь, что этот опыт будет хорошим для детей. Самое главное для нас в ЕГЭ – это, мы говорим, безопасность, это комфортность. Из 49 ребят, прибывших в столицу региона, многие уже разъехались по домам. Здесь остались только те, кто сдает дополнительные экзамены и собираются сдавать экзамены для поступления в профессиональное учебное заведение. В России повысили минимальный размер оплаты труда. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным. Ранее документ был поддержан обеими палатами Федерального собрания. Так, с 1 июля этого года МРОД составит 7,5 тысяч рублей. Сумма увеличилась на 1 296 рублей. Согласно статистике Минтруда, в первом квартале 2016 года прожиточный минимум составлял 9 776 рублей. К 2020 году минимальный размер оплаты труда планируется довести до уровня прожиточного минимума. С ноября прошлого года в Неницком округе МРОД установлен на уровне выше общероссийского и составляет 12 420 рублей. Как пояснили в Департаменте труда и социальной защиты населения Неницкого округа, вопрос о повышении регионального МРОД вслед за общефедеральным может быть рассмотрен на следующем заседании комиссии. В данном случае будут учитываться мнения всех сторон, в том числе и предпринимателей, для которых повышение минимума является значительной и дополнительной нагрузкой. Неницкий округ вошел в первую десятку регионов по уровню благосостояния семей. Исследования на основе данных Росстата провели эксперты РИА-рейтинг. Методика предполагает расчет остатков денежных средств семьи после минимально необходимых расходов. В среднем просе и по итогам прошлого года ежемесячно у семей с двумя детьми после минимальных трат остаются по 28 тысяч рублей, что на 13% ниже, чем годом ранее. Только в 15 регионах свободный остаток превышает среднее значение по стране. Неницкий округ в рейтинговой таблице занял шестое место. Средние денежные остатки семей с двумя детьми, где оба родителя работают, составляют ежемесячно порядка 63 тысяч рублей, что соответствует уровню прошлого года. Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в Неницком округе в прошлом году составила порядка 70 тысяч. Но, отметила заместитель губернатора Наунин Эль Семяшкина, есть прекрасное понимание, что порой разница между доходами семей весьма существенная. Именно поэтому глава региона поставлена задача максимально нивелировать разницу по уровню жизни людей путем государственной поддержки тех категорий граждан, которые в этом действительно нуждаются. Поэтому администрацией региона совместно с собранием депутатов проведена работа по определению критериев адресности и нуждаемости. В Наринмар пришли современные технологии по озеленению. Научно-техническое предприятие «Робус» приобрело и уже протестировало оборудование для гидропосева семян газона. Проверить тепличные условия. Глава региона посетил комбинат «Солнышко» Ненецкой агропромышленной компании. В центре внимания губернатора затянувшееся строительство новых теплиц, которое неразрывно связано с модернизацией котельной предприятия. Пожалуй, главный и самый массовый продукт тепличного комбината – огурцы российского сорта «Раис». В планах аграрии собрать урожай на уровне прошлого года порядка 70 тонн. Мы немножко отстаем по сбору огурца к уровню прошлого года, но это связано, в первую очередь, что очень холодная весна. Весь собранный урожай сразу поступает на прилавки продуктовых магазинов округа. Местные огурцы стоят немного дороже привозных, но, как говорят аграрии, у наших овощей конкурентное качество. По огурцам мы знаем, что норма медицинская – 13 килограммов. Потребности внутреннего рынка тепличный комбинат закрывает лишь на 23%. Задача выращивать больше – выполнимая, но пока все упирается в недостаточные производственные мощности и площади. Новые теплицы, которые позволили бы выращивать овощи круглогодично, обещали построить к 2017 году. Модернизировать котельную, которая смогла бы отапливать новые тепличные площади, к 2015. Но ВОЗ и ныне там. Здесь две составляющие – крайне недобросовестные подрядчики. И вторая составляющая – крайне недобросовестные специалисты, которые принимают и осуществляют контроль над стройкой. Вот один из этих товарищей вчера был задержан правоохранительными структурами, господин Волошин, который в том числе и вел как раз проект по этим теплицам. Крайне недобросовестные руководители и подрядчики – это беда Ненецкого округа, отметил глава Ненецкого округа. За все недострой и излишне потраченные бюджетные средства придется ответить. Все проблемы, связанные со строительством, не отменяют той задачи, к которой стремится округ – обеспечить город и, как минимум, и близлежащие населенные пункты свежими овощами на 70%. В Ненецком округе завершены весенние полевые работы. Компания проходила в максимально сжатые агротехнические сроки на территориях Телевисочного и Великовисочного сельсоветов. По словам руководителя Ненецкой агропромышленной компании Анатолия Чудочина, менее чем за неделю произведен весенний подсев многолетних трав на площади 300 гектаров. На участок площадью 640 гектаров внесены минеральные удобрения. Такая работа проводится ежегодно в предсенокосную пору с целью получения хорошего урожая трав и повышения их питательности. Сенокосная страда, как отметили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК, в этом году стартует ориентировочно в начале июля и продлится до конца лета. Точные сроки будут зависеть от погодных условий. За сезон агрария округа необходимо заготовить порядка 7,5 тысяч тонн сена и сенажа. Именно столько в среднем требуется, чтобы прокормить поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах округа. По оценке специалистов в первую очередь с кормовой базой связана надой молока и его жирность. Поэтому от предстоящей кормозаготовительной компании, соответственно, будут зависеть объемы полученного молока. Современные технологии, широко используемые в центральной части России, добрались до Наринмара. В столицу региона прибыла беспрецедентная для Ненецкого округа установка гидропосева семян газонной травы. Оборудование приобрело научно-техническое предприятие «Рубус». Его директор Алексей Попов, главный идеолог и вдохновитель, не теряет надежды сделать Наринмар зеленым. Так гидросеялка выглядит изнутри. Вал тщательно создает смеси с семян мульчирующего материала с природным красителем, закрепителя синтетических волокон, улучшителей почвы и удобрений. Все материалы, как и сама установка американского производства. Для удобства перевозки пришлось приобрести эту газель. Всё вместе обошлось предприятию в 2 миллиона рублей. По словам Алексея Попова, это оборудование того стоит. Гидросеялкой можно обработать земельный участок самого сложного рельефа. Откосы, выемки, насыпи и даже участки без растительного грунта, где затруднён посев другими способами. Эта чудо-машина призвана озеленить город, утопающий в песках. В настоящее время у нас газон сеют просто вручную. Сначала подготавливают землю, завозят землю, плодородный слой. И в дальнейшем вручную наносят семена и удобрения. Гидропосев отличается тем, что здесь меньше трудовых ресурсов надо. То есть два человека справляются с этой установкой. И в зависимости от типа грунта готовится гидросмесь. Ручной посев более трудозатратен с точки зрения именно рабочего труда. И если брать по стоимости, то метод гидропосева дешевле примерно на 30%. Для этого нужен хорошо подготовленный земельный участок и также материал. Хороший участок для тестирования установки гидропосева нашёлся на придомовой территории Ярослава Риголовского. Предварительно почву обработали проганником. Это современный аналог перегноя. А затем пришло время покрыть землю смесью из семян, мульчи и удобрений. Как вот это сейчас делается, я видел только на ютубе, в интернете. А теперь я вижу это воочию. То есть я сам это первый раз вижу. Я в это верил. И вот это у нас есть теперь. И мы это можем делать. Практика показывает. И буквально через три недели здесь будет лучший газон на Ринмаре. Я вам гарантирую. Если его строить, если за ним ухаживать, этот газон будет долгий. На нём можно как в петербургских парках, московских, лечь, читать книжку. Лучший газон на Ринмаре здесь будет через три недели. А пока участок покрыт мульчирующим материалом. Он окрашен в зелёный цвет для того, чтобы оценить равномерность покрытия, рассказывает специалист из Санкт-Петербурга Дмитрий Михайлов. Первоначально смесь выглядит как жидкая глина. А через три часа создаётся структура, которая защищает семена от смыва дождём, выдувания ветром и съедения птицами, а также препятствует эрозии почвы. Технология на самом деле многогранная. Может применяться для создания газонов, как вот такого плана, на дачных каких-то участках и заканчивая гольф-полями. Можно проводить рекультивацию, делать дорожные откосы. То есть везде, где требуется создание травяного покрова, везде эта технология востребована. В России тема, скажем так, популярная в последнее время, то есть набирает обороты постепенно, в том числе и для регионов, как ваш. То есть потихоньку дело как бы движется. В принципе, мы надеемся, что технология как бы приживётся. Для вашего непростого региона, учитывая вашу почву. За первыми всходами на своём участке теперь будет наблюдать его хозяин Ярослав Риголовский, который до этого дня садил траву сам. А сейчас ребята предложили, что будет газонный. То есть в гольф можно играть будет. Ну посмотрим, что будет. Наблюдать за рождением газона будет и Алексей Попов. Затем этот опыт перенесут и на другие участки города. Материалов для гидропосева у предприятия закуплено в достатке. Их хватит на 2 гектара земли. Была бы потребность. Одной такой установки хватит, чтобы с лихвой благоустроить нашу маленькую столицу региона. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Старинные игры, плетение тензея и национальные танцы. В Ненецком краеведческом музее открылся познавательный интерактивный комплекс «Вместе весело шагать». Ненецкий округ в этом году впервые присоединился к акции «Литературная ночь». Она приурочена к Пушкинскому дню и Дню русского языка в России и собрала сегодня любителей словесности на встречу с любимыми литературными героями и писателями региона. Я с Пушкиным знакома с ранних лет. Его стихи читала в детстве мама. И то, что он прекраснейший поэт, мне кажется, с пеленок уже знала. В Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова состоялся цикл мероприятий «Я в гости к Пушкину спешу». Сотрудники библиотеки подготовили для читателей конкурсы, игры, викторины на знания произведений великого русского поэта. И, конечно же, на празднике можно было услышать множество стихов Александра Сергеевича. Акция «Литературная ночь» впервые прошла в Нижегородской области в прошлом году. В 2016-м на призыв коллег откликнулись Волгоградская, Калужская, Костромская, Самарская и Архангельская области, Республики Крым и Карелия, Ненецкие и Чукотские автономные округа. В Ненецком краеведческом музее открылся интерактивный комплекс «Вместе весело шагать», частью которого стало импровизированное дерево, символизирующее единение народов, проживающих в Ненецком округе. Согласно последней переписи населения, в Ненецком округе проживают представители более 70 национальностей. Музейщики посвятили новый проект девяти лидерам, занимающим верхние позиции по количеству представителей в регионе. Это русские, ненцы, коми, украинцы, белорусы, узбеки, азербайджанцы, татары и лезгины. Знакомство с их культурой и традициями прошло в увлекательной игровой форме. У стендов с коми и ненецкой культурой можно было научиться плести тензей и узнать названия народных орнаментов. У русского стенда поиграть в старинные игры, у лезгин собрать букет из альпийских цветов. Кроме того, можно было примерить украинский венок, традиционную татарскую тибетейку и русский сарафан. Гости выставки попробовали станцевать лезгинку, познакомились с татарским праздником Сабантуй, отведали узбекского плова, упражнялись в проговаривании скороговорок и выполнили еще немало других увлекательных заданий. Одним из элементов выставки «Вместе весело шагать» стало дерево дружбы. Каждому из посетителей было предложено найти на нем листок с названием своей национальности. Если же таковой не находили, сотрудники музея обязались добавить недостающий лист, символизирующий народ, проживающий на территории НАО. Интерактивный музейный комплекс «Вместе весело шагать» будет работать в течение месяца.